доброе утро братья и сестры вас приветствует санкт-петербург у нас сегодня молитва за пробуждение в россии во всех регионах и в нашем городе и вот о чем я подумал это хорошее дело мы находимся в 20-дневном посту и мы обязательно должны прежде чем что-то делать всегда молиться и поститься и мы конечно же внутренне ревнуем на пробуждение и в россии в регионах и конечно же в нашем городе но зачастую знаете одни молитв и постов ну недостаточно конечно это предварительный такой момент чтобы высвободить силу божию какие-то духовные действия но все-таки сам господь нам сказал что мы должны идти по всему миру и благовествовать и евангелие от нас тоже зависит распространять сначала облести об облечься силой свыше через посты и молитвы но все-таки потом занимать активную позицию в нашем регионе в россии в городе хоть где вот а что мы должны делать это естественно нести слово божие так как нам заповедал иисус но вот зачастую бывает так что есть разные причины почему мы это не делаем нам легче зачастую попаститься и помолиться чтобы кто-то другой это делал но не мы интересная есть история мы ее все знаем это вот книгу ионы если откроете первую главу прочитайте ее я ее читать не буду мы и наверное знаем наизусть что господь сказал его не не идти в неневию потому что злодеяния неневии дошли до господа идти в ними и в неневию чтобы благовествовать слово божие вот и стал написано и он чтобы бежать от лица божьего или бежать в фарсис то есть совсем другую сторону от этой неневии многие толкователи предполагают вот такие вещи во первых почему иона побежал да видимо потому одно из толкований говорит потому что ну а сирия была языческой страной делала разного плана набеги в основном на иудею и много иудея потерпела что ли от неневии от этой языческой страны вот еще конечно у неневии там одна одна из мыслей было что был страх за то что но это злой и так сказать на свой жестокий народ и возможно что за то что он будет нести слово божие он поплатится возможно жизнью вот но мы знаем как история закончилась но интересно что я увидел в этой истории то что вы знаете зачастую вот наше предвзятое мнение о том что вот люди плохие люди не услышат люди злые и поэтому не услышат слово божие но дают нам какой-то стопор что ли внутри вот это наше предвзятое что ли мнение или свое мнение я бы так сказал о том смогут ли они услышать евангелие или не смогут иногда мы говорим нет пророк в своем отечестве ничего не делаем зачастую бывает что это или лень или неверие да хотя бог сказал что со мной все сделаете возможно это наше нежелание или вот предвзятое мнение и чтобы может быть я пожелал что мы все-таки были ответственны за то что нам говорит иисус а он нам говорит что идти по всему лицу и земли вот и проповедовать слово божие передавать людям все что я заповедовал вам и делать учебников вы знаете я не знаю как мы будем это делать прежде как раз возможно если мы никогда этого не делали и боимся и нам страшно и нет опыта прежде всего точно нам нужно попаститься и помолиться для того чтобы нам получить какую-то определенную внутреннюю смелость благовествовать евангелие так как мы сможем это сделать неважно просто нам нужно сделать первый шаг нам зачастую нужно приобретать опыт и опыт никак ты не приобретаешь по-другому как просто делаешь шаги туда но куда не знаешь это и есть вера на самом деле поэтому мы ответственны за пробуждение в нашем регионе в нашей россии в нашем городе вот и вот пускай сегодня такая будет у нас молитва что ли что мы молимся и постимся за то чтобы лично иметь смелость в том чтобы как можно больше больше благовествовать слово божие и как можно больше душ привести на небеса ведь в этом и есть наша задача как церкви божий будьте богословенны во имя иисуса христа аминь аминь